Михаил Владимирович Сергеев больше писал для себя, не для публикаций. В своих рассказах и стихах вспоминал первую любовь, армейские годы и юность. В настоящее время Михаил Владимирович состоит в Совете краеведов города Березники и пишет про исчезнувший на карте район Дедюхина. Он посещает различные краеведческие мероприятия и экскурсии, а впечатлениями уже делится в своих работах. Вообще-то я увлекался литературой с детства. Это уже у меня от родителей, в основном от мамы, увлечения. Сестра моя тоже стихи писала и до сих пор пишет, сейчас рассказы в основном пишет. Она писала стихи и я тоже вслед за ней увлекся поэзией. Семья внесла огромный вклад в становление Михаила Владимировича как автора. Любовь к литературе зародилась в детстве и так по сей день остается с Михаилом Владимировичем. Я вот как себя помню в детстве всегда был расходительный. Мальчик. И всегда мне хотелось почему-то стать писателем. Я очень полюбил чтение. Я до сих пор общаюсь с учителями литературы в своем школе. Михаил Владимирович лично познакомил нас со своими работами. Для этого мы отправились в центральную библиотеку, где хранятся его труды. По словам писателя, над каждой книгой работает целая команда. Туда входят редактор, корректор, верстальщик, историки и художники. Я хочу всегда говорить о тех людях, которые мне помогли книги делать. Вот в частности вот в этой книге, да, тут у меня везде написано, кто был редактором. Вот в частности редактором была сестра моя Валентина Владимировна Гудошникова, а корректором была Людмила Алексеевна Астафьева. Над одной книгой стоит не только большая команда, но и весомые вложения. Например, чтобы выпустить хотя бы 100 экземпляров, нужно потратить от 25 до 60 тысяч. Вдобавок к этому корректора и верстальщика тоже приходится искать самому. Писатели, краеведов, всех, кто пишет газеты, кто пишет книги, Я хочу поздравить с Днем Писателя и пожелать вам прежде всего здоровья, дальнейших творческих находок, удачи, весеннего настроения, счастья в личной жизни. И еще Михаил Сергеев понимает, что писатель – это в первую очередь не только сама книга, но и ее читатели. Ведь без внимания аудитории работа не имеет смысла. Именно благодаря им, говорит автор, есть стимул дальше творить и писать. Евгений Казанцев, Дмитрий Воронушкин, Степан Некрасов. Новости Верхнекамье.